здравствуйте меня зовут алексей красиков добро пожаловать на портал невроза мегаполиса приветствую всех людей кто интересуется темой неврозы и панические расстройства вегетососудистой дистонии на самом деле я очень давно ничего не снимал занят работой и вовсю повышение квалификации с американскими супервизорами в санкт-петербурге общение с коллегами работа в группах лекции семинары персональная работа в москве немножечко я не снимал да если честно положить руку на сердце могу вам сказать что больше ста роликов которые вы можете найти на этом канале канал основан 2008 году поверьте мне с 2008 года по сегодняшний день если вы пересмотрите все что на этом канале есть канал невроза мегаполиса на в ютюбе вы будете разбираться достаточно хорошо хочу сейчас немножко пофилософствовать и поговорить и для начинающих и для тех кто ждет очереди терапии для тех у кого что-то не получается или тот кто написал буковки там vsd паническая атака в ютюбе у него вылез этот ролик ли он как-то нашел меня по рекомендациям по знакомству хочется сказать следующее прежде всего с чего вы должны начать если вы говорите о том что у вас vsd вас беспокоит разные боли и так далее я уже много раз об этом говорил и честно сказать ножичка об этом устал говорить начать вам надо с обследование с обычного медицинского независимого обследования логика очень проста вам надо исключить наличие реальных болезней потому что те симптомы которые вас беспокоят они функциональные то есть функциональная тахикардия расстройство кишечника напряженное дыхание ком в горле до головокружение это же не придумано это же реально соответственно нам надо понять и вы должны понять что точно такие же симптомы присущи реальным клиническим болезням медицинским соматическим врач которому вы приходите который сидит в белом халате жалуясь на то подобные заболевания он не подразумевает что у вас невроз он привык работать с реальной язвой он привык работать с инсультами он привык работать с ишемической болезнью сердца он привык работать с новообразованиями с онкологией они привыкли работать с патологией поэтому а врачи будут искать патологию по своему профилю второй момент врачам необходимо поставить диагноз диагноз такие вы таковы правила поэтому врачи будут всевозможными способами поставить искать диагноз по тому профилю по которому вы обратились ведь жалобы есть правда экстрасистова тахикардия ником в горле сложное дыхание вот у вас и будут пытаться найти какое-то соматическое заболевание плохо то что российские врачи плохо понимают специфику неврозологии что не надо всевозможным способом натягивать пациенту симптом и диагноз что это вот где-то чего-то похоже на это если есть дифференциальная диагностика и нету язв и шини там всяких быть серьезных проблем посылают во всех нормальных странах человека к психотерапевту почему объясняю ваши симптомы если отсутствует органическая патология связаны с эмоциями те эмоции которые у вас происходят внутри вам сейчас кажется что у вас эмоция страх из-за симптома отбросить эту парадигму я вас очень прошу поймите что ваш страх из-за симптомов это уже следствие в начале идут какие-то эмоции по отношению к каким-то конкретным обстоятельствам жизни ввиду чего эмоции поднимаются ваше вегетативное напряжение поднимается там есть некоторые процессы о которых мы говорим более подробно в ранних роликах или я говорю это в группах но выглядит это примерно так смотрите попробую вам сейчас объяснить просто доходчиво а у вас есть какая-то жизнь семейная профессиональная бытовая и так далее и тому подобное панических атак и в сд тут еще нет у вас есть какая-то жизнь вы как-то к этой жизни определенным образом относитесь благодаря вашим убеждениям благодаря вашему характеру благодаря вашем системе мировоззрения благодаря тому о чем вы можете посмотреть на этом канале с 2008 года как-то вы к этим обстоятельствам относитесь причем относитесь к этому самопоражающее и трактуете ли обстоятельства определенным неправильным образом благодаря этому этой трактовки определенных обстоятельств которые случаются у вас жизни вы начинаете видеть обстоятельства жизни как угол или как метафору безвыходности именно эта трактовка угла и безвыходности приводит вас к внутренней панике поэтому это и называется паника так, паника, потому что внутри вашей психики обстоятельства трактуются как безвыходные и нерешаемые. И у вас возникает паника, и вам кажется, что это как бы беспочвенно, и у вас первая мысль инфаркт, но на самом деле паника возникает, потому что вы внутри обстоятельства жизни трактуете как безвыходные. Просто вы об этом не поняли. Вы циклитесь на том, что это какой-то инфаркт, и начинаете уходить совершенно не в правильную сторону, ища в себе какую-то болезнь. И еще раз, слушайте внимательно, у вас есть какие-то обстоятельства жизни, на которые вы смотрите как непреодолимые, не симптомы, реальные обстоятельства, муж, жена, дети, бабло, квартиры, кредиты, начальник, работа, отсутствие работы, учеба. Вы как-то на это смотрите как метафора безвыходности. Именно это мировоззрение безвыходности и приводит вас к внутреннему метафору пугла. Это и есть паника. Я в углу, что делать? Ай, караул. Это и есть паника, которая проявляется эмоционально, и вы говорите, откуда ни возьмись, появилась паника. Но вы же об этом не знаете. Вы видите реальность какову. Я просто шла по улице, или просто пошла туда, и вдруг бабах, как меня накрыло. И вы думаете, что это какой-то приступ сердечно-сосудистый. Начинаете искать в интернете, или идете ко врачам, говорите, да, это вегета сосудистая. И вы говорите, да, эти приступы, потому что что-то вегета и что-то сосудистая. Вот вам и вся ошибка. Поняли? Теперь вопрос, что с этим делать? Психотерапия неврозов. Во-первых, это называется невроз, чтобы все поняли, да? Это не ВСД, это невроз. Неврозом называется здесь что конкретно? Кто мне скажет? Неврозом здесь называется форма мышления о тех обстоятельствах, потому что эта форма мышления видит ситуацию как безвыходную панику, безвыходный тупик. Это и есть невроз. Невроз – это то, как вы интерпретировали те обстоятельства. Моя работа с моими клиентами заключается в том, чтобы путем когнитивно-поведенческой терапии и интеграции туда всевозможных дополнительных методов, такие как экзотенциальное направление психотерапии, и парадоксальный подход Виктора Франкла, и гештальтерапии, и психодинамики. Вот все эти интеграционные, интегративные модели помогли человеку смотреть на свои обстоятельства жизни с мужем, женой, с семьей, с деньгами, с квартирой. Не так, а вот так. Видите разницу? Когда вы приходите ко мне и вы говорите, у меня вот симптомы бла-бла-бла, это можно двигать в сторону, потому что за вот этими симптомами бла-бла-бла стоит тупикообразное мышление, все плохо, мы все погибли, выполняя приказ, у меня ничего не получится, я несчастный, все ужасно, это кошмарно, это ничего не докажет, все плохо. Вот такое мышление. С помощью когнитивно-поведенческой терапии, которая научно доказана, можно из такого формы мышления сделать такое. Когда вы мыслите вот так, вариативно, у вас никакой паники не будет. Теперь о самой психотерапии. Психотерапия неврозов делится на две части. На терапию симптомов и терапию причины. Терапия симптомов, если мы говорим о панических атаках, об ауэрофобии, об этом так уже много сказано. Во-первых, ваш покорный слуга, первый блогер в России, который начал об этом говорить в интернете. Вы можете посмотреть, особенно последний вебинар, как он называется, все, что вам надо знать о панической атаке и ауэрофобии. Там все упражнения, которые вам нужны, для этого есть. Во-вторых, есть куча бесплатного материала в интернете. Я хочу, чтобы вы поняли одно, что если вы поняли, что паника – это не приступ, это не опасно, и это вот как-то вот вами переработано, вы говорите, ой, отлично, меня избавили от панических атак, вы должны понять главное. Помните, с чего мы начинали этот пример? Что есть отношение к обстоятельствам, которые трактовались вот так, возникла паника, вы испугались из-за незнания, обратились к какому-то специалисту по паническим атакам, он объяснил вам, что такое панические атаки, попровоцировал, понеизбегал, повсюю это поделал, это все замечательно, вы перестали бояться этого приступа, соответственно, этого приступа нет, но не изменилось ваше мировоззрение и философия к жизни. Я вам даю 98%, что пройдет какое-то время, и даже если панических атак не будет, общее вегетативное напряжение или навязчивость, или другие страхи будут 100%. Вот здесь как раз и есть вся фишка. Теперь более философская история. Мы сегодня об этом говорили с ребятами у аудитории. Об этом говорили великие умы человечества, в частности, доктор Фройд, о том, что симптом, но сейчас многие не поймут, давайте так, что вот эта первая часть ролика была для новичков. Все это поняли, что есть отношение к обстоятельствам, есть тупиковое мышление, что это все катастрофа, я не знаю, как к жизни поступать. Это вызывает панику, вы паникуете, боитесь этой паники, думаете, что у вас инфаркт, идете лечиться, вам еще не помогает. Вот это первая часть, о которой я говорил. А теперь для тех, как говорится, для продвинутых пользователей моего канала. Представьте себе, хотите, я вам расскажу сейчас быстро схему сложного невроза. Есть парень, который говорит, я с утра просыпаюсь, у меня вегетативное напряжение, и у меня это много лет, меня это мучает, и я ложился в больнице, я постоянно ищу материал, я обследуюсь, я болею, семь лет уже, помогите. Что выясняется? Смотрите, как это интересно. А что ты боишься? Спрашиваю я. Он говорит, я вот постоянно вот в этом напряжении. Я говорю, что ты об этом думаешь? Я думаю, что я из-за этого абсолютно неэффективный. Я, у меня из-за этой болезни нет работы, нету этого, нету этого, нет того, и сего, и пятого, и десятого. Я говорю, что ты об этом думаешь? Я думаю о том, что я несчастный, я неэффективный и вообще неуспешный человек. Первое. Слышите? Он об этом думает так. Это первый нюанс. Второй момент. Я задаю классический вопрос Альберта Эйлиса, а что ты сделал для того, чтобы быть эффективным в жизни не в симптоме, а в тех сферах, в которые ты описал? Тут он задумался. Говорит, ни хрена я не сделал. Я говорю, а почему? Он говорит, ну как почему? Я же болею все это время. Как я это буду делать? И вот тут, ребята, начинается самое интересное. Человек говорит, я хочу быть очень эффективным в жизни, успешным, но мне мешает моя болезнь. При обследовании которой нет болезни, соответственно, да? И вот тут и есть тот самый сложный невроз по Фрейду. Смотри, смотри, что происходит. Я говорю, а что ты бо... А почему ты не стал бы делать? Я говорю, почему ты не делаешь то, что... К чему ты хочешь... В те... Чего ты ничего не делаешь в тех сферах, в которых ты хочешь быть эффективным? Тут он думал, думал, думал. В итоге мы додумались на то, что он просто-напросто... Смотри, с чего все начинается. Он боится совершить ошибку. Он боится, что у него не получится. Он боится, что у него не получится это, не получится по работе, его уволят, его нагрубят, он не справится, все посмеются. Внимание! И этот самый страх самый главный. Он этого боится. Но признаться себе в этом ему тяжело. И этот страх совершить ошибку вызывает вегетативное напряжение. Он хватается за вегетативное напряжение и говорит, ой, у меня болезнь. То-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дай-ка я пойду пообследуюсь. И он это делает 7 лет. Потому что... И потом он говорит, я неэффективный и еще больше ухудшает проблему. Поняли, как этот гамбургер выглядит? Первый слой, он боится совершить ошибку и быть неэффективным в реалии к своей жизни. Из-за этого у него вегетативное напряжение. Из-за вегетативного напряжения он избегает работы, учебы и так далее. И потом он себя критикует за это и чувствует себя еще хуже. Поняли? Вот так выглядит сложный невроз. Главная причина заключается в том, что он боится совершать ошибку и фактически боится жить. только признаться в этом не может, потому что он не может быть реально эффективным в жизни и из-за этого страха ошибиться. Из-за этого страха ошибиться создается напряжение. Это напряжение трактуется как болезнь и препятствие к работе. Потом отсутствие работы и эффективности трактуется как безвыходность и кошмар. Вот так выглядит структура сложного невроза. Это один из случаев в моей клинической практике. Поняли? Все эти случаи мы разбираем индивидуально с каждым членом канала невроза мегаполиса теми ребятами, кто ко мне обращается. Я очень люблю свою работу, делаю это уже с 2008 года. Вы можете посмотреть об этом и на канале, и на сайте, и вконтакте. Хочется закончить. Поэтому вывод какой? По первой части вывод обследования, просмотр видеороликов, при необходимости приобретения дополнительного материала с упражнениями и так далее, милости просим. Но самое главное вы должны понять, что проблема не в панических атаках и не в вегетативном напряжении, а проблема в том, что вы смотрите на мир вот так, и только с помощью когнитивно-поведенческой терапии вы сможете смотреть на мир более объективно, и тогда у вас не будет той самой вегетативной проблемы. Это первое, понятно? Поэтому, когда мне задают сотни вопросов в день, как быть, идти к психотерапевту когнитивно-поведенческому направлению, потому что оно рассматривает именно те проблемы, о которых мы с вами говорим. Второе, более сложный невроз, который я вам сейчас описал, вот этот гамбургер, человек сначала боялся показаться плохим и неуспешным, из-за этого он напрягся, из-за этого напряжения он почувствовал себя плохо, начал искать себе болезнь, ходить по врачам, стал изолировать себя от работы, от опыта, потому что он боится произвести плохое впечатление, но ему кажется, что из-за болезни, потом из-за этого он получает хреновый результат в жизни, и его потом за это себя насилует. здесь более сложная терапия, которая потребует времени, безусловно, основной целью будет являться его внутреннее убеждение о том, что он не должен совершить ошибок, но кроме этого, это коучинговая тренерская работа, мы будем работать с этим парнем не только в плане философии, но и в плане наставничества, коучинга, тренерства, то есть здесь нужно взять его фактически за руку, сказать, не ссы, я с тобой, давай вместе. Вот примерно так это будет выглядеть. Вот примерно в 15 минут попытался вам объяснить что-то новенькое, но на самом деле, ребят, снимать что-то вот еще более нового, ну, сложно высасывать из пальца, понимаете, уже все рассказали вам, ну все, все остальное случай уникальный, но я думаю, что я буду снимать дальше ролики на какую-то более четкую тему, именно по терапии. Последнее, что хочу вам сказать, если вы не хотите вести инвалидную образ жизни, запомните одно, вам надо научиться смеяться над собой, вам надо научиться совершать ошибки, вам надо научиться делать работу над ошибками, снова совершить ошибки, отрехаться, вставать и идти дальше. Вас могут уволить, вы можете не понравиться, над вами могут посмеяться, но только те люди, которые способны совершить ошибки, способны внутренне расти. Если вы избегаете ошибок, вы избегаете роста, и вы получаете ту тантра-рам, в которой вы находитесь. Метафора очень простая. No pain, no gain. Нет боли, нет боли, нет роста. Любой внутренний рост предполагает усилия. Усилие над собой встало, пробежалось утром до завтрака, не съело торт на ночь. Это усилие. Любой рост предполагает работу над собой. От простых упражнений с панической атакой до терапии, нового мировоззрения, тупикового до более философско-гибкого. Это работа над собой. Ни один психотерапевт вам не скажет что-то такое, что изменит ваше мировоззрение. Как мне тут парень один сказал, я думал, что ты мне скажешь что-то, и это поменяет мое мировоззрение. Хрен нас два. Мы с тобой обсуждаем вещи, и в твоей голове это должно происходить. Это ты мне должен рассказать, как у тебя поменялось мировоззрение, а не я тебе, как оно тебе должно поменяться. Это и есть работа над неврозом настоящая. Та самая. Понимаете? Потому что большинство людей считают, что вот есть только симптомы. Это большая опасность. Поэтому нет боли, нет роста. Нет ошибок, нет роста. Совершил ошибку, сделал работу над ошибками, встал, поднялся, пошел дальше. Кому-то ты не понравился, посмотрел на это, как ты научился на наших занятиях философски гибко, пошел дальше. Все это сплошной внутренний рост и работа над собой. Поэтому мои занятия я рассматриваю не только как терапию неврозов, но и как в принципе такой курс, где люди становятся более эффективны в жизни. Они становятся эффективны в деньгах, эффективны в личной жизни, эффективны социуми. Но опять же, все зависит от вас. Я со своей стороны делаю все возможное, чтобы объяснить и дать вам это и поддержать вас. Кому-то более жестко, кому-то более мягко. Я очень разный человек и подстраиваюсь под каждого. Поэтому иногда моя работа выглядит достаточно жесткой. Но поверьте, если бы это было неэффективно, я бы никогда этого не делал. по природе я достаточно мягкий человек. Но я знаю, что выстраивая определенную позицию к определенным клиентам, только так я могу развить их форму мышления до более объективного и рационального. Я надеюсь, я вам что-то объяснил. Нет боли, нет роста. Только поймите это, пожалуйста, здраво и объективно. Надо себе причинять боль и идти вопреки. Надо просто этот тезис понять, что не преодолевая усилия над собой, вы не будете развиваться. Точно так же не совершая ошибок в карьере, в профессии, вы не будете становиться лучше. И если ты сидишь дома и говоришь, чтобы не быть глупым и не показаться каким-то неправильным, я туда не пойду и туда не пойду и туда не пойду, потому что у меня ПА, ты обречена на катастрофу в жизни. Если ты говоришь, чтобы не показаться глупым, я не пойду туда, туда и туда, потому что вдруг у меня что? Ты обречен на катастрофу в жизни. Ты должен понять, что над тобой могут посмеяться, ты можешь ошибиться, ты можешь выглядеть нелепо, и ты должен уметь смеяться над собой. И всему этому мы учимся на занятиях когнитивно-поеденческой терапии вашего покорного слуги. Смотрите канал Невроза Мегаполиса, пишите, пожалуйста, темы под этим роликом, которые вы бы хотели обсудить, мне так будет гораздо проще, потому что высасывать из пальца я уже не могу, у меня 85 человек в неделю, поверьте, информации много, но что конкретно вам надо, я не знаю в плане популярного ролика на канале, потому что с ребятами-то я понимаю, о чем я работаю. Напишите мне, пожалуйста, под этим видео, какую тему вы хотели обсудить, но 90% того, что вы будете писать, скорее всего, будет в этом канале уже ранее, поэтому, пожалуйста, посмотрите сначала предыдущие ролики, подумайте и предложите интересную тему для будущего видео. Спасибо, ваш Алексей Красиков, до встречи.